Дестани 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 При создании абсолютно любого вымышленного мира, будь то проработка киновселенной как «Звездные воины» или мир, с которым мы знакомимся со страниц книги, как во «Властелине колец», авторы всегда руководствуются самым простым и доступным каждому планам повествования. Есть точка А и есть точка Б. Движение из одной в другую – это сюжет истории. Он может быть линейным, нелинейным, прерывистым, с разделением на флешбеке, или может пересекаться с параллельными, альтернативными сюжетами. Его основной скелет будет всегда начинаться в одной точке и стремиться к другой. При том, автору совсем не обязательно сразу иметь в голове полное понимание того, кем будут персонажи в развивающейся истории, в какой момент времени будет происходить действие. Главное – обозначить конфликт. Поскольку именно конфликт ставит героев перед задачей. То есть у нас есть отправная точка и точка, к которой нам следует стремиться. Самой простой целью станет та, которую проще всего заметить. Высокая башня в огнях, огромная база противника, вокруг которой развивается весь сюжет, или огромная как планета космическое тело. Странник. Ключевая фигура в Дестине. А вернее даже катализатор для начала всех событий во вселенной игры. Загадочная сфера, посетившая нашу вселенную и остановившаяся совсем рядом с землей, зависнув над местом, на котором позже возник и установился последний город. Последний оплот человечества, где мы чувствуем себя в безопасности. Хотя, например, факт того, что город всегда находится в тени странника, тоже может натолкнуть на поиск некого символизма. Своеобразная замена странникам солнца, которое в древней мифологии всегда было символом силы, плодородия и жизни. Насколько это случайное смещение образа? Интересно, что идея такого воплощения странника тоже возникла не сразу. Изначально странник сам и был последним городом. Он представлялся как огромная космическая база с жилыми модулями, ангарами для кораблей и городской инфраструктурой. Менялся и размер странника, он успел побывать и гигантом, и маленьким спутником, парящим на орбите сродни луне. Кстати, к нему даже была отсылка в другой игре от Банджи, Halo ODST. Destiny Awaits гласит постер с изображением нашей планеты и зависшим около неё неким шарообразным созданием. А ещё игроки даже вычисляли размер странника, исходя из вида, с разных точек и из разных локаций в игре. В итоге выяснили, что диаметр странника 14 километров, так что планетой его назвать точно нельзя. Но мы немного отвлеклись от темы. Странник огромен. Он всегда на виду, но разве он сам наша цель? Прямой целью он никогда не был. Нам не говорили ничего о том, чтобы мы добрались на поверхность странника или внутрь. Перед игроком не ставится цель выяснить происхождение и намерения странника. Однако именно из-за его размеров, постоянного присутствия и упоминания в репликах игровых NPC, мы и ощущаем порождённую им загадку как цель. Абсолютно каждый игрок в Destiny рано или поздно задаёт себе вопрос. А что это? Почему мы должны поклоняться ему? Должны ли мы защищать его? А защитит ли он нас? И если да, то от кого? Вот тут самое время вспомнить ещё одно правило из визуальной культуры. Оно широко применяется в живописи, архитектуре, кино, мультипликации и в компьютерных играх. И пришедшее в изобразительное искусство благодаря психологии. В геометрической символике все круглые формы связаны с небесным началом. Солнцем, луной они внушают нам чувство спокойствия, уверенности, завершённости. Вспомните, насколько часто в поп-культуре встречаются персонажи, которые по замыслу автора должны быть забавными, дружелюбными, например, те же дроиды из недавних Звёздных Войн или хорошо знакомые нам сервиторы, прислужники падших. Несмотря на то, что они настроены к нам враждебно, игрок скорее чаще ловит себя на том, что он не ощущает их достаточно злобными. И разработчики, кстати, играют на этих чувствах в дополнении отвергнутые, когда по ходу сюжетных миссий нам нужно догнать и убить барона-потрошителя. В этом случае мы несколько раз сталкиваемся со сценами истязания прислужников, находим их тела, видим их запертыми в клетках садиста, мы сочувствуем им. Следуя этой же теории, квадраты ассоциируются с землёй, с надёжностью, монументальностью и прочностью, а вот треугольные фигуры плотно засели в сознании человечества как образ опасности, злобы и огня. Множественные углы не дают сознанию расслабиться, ты боишься наткнуться на них, пораниться. Так что треугольники и пирамиды часто противопоставляют сферическим образом. Думаю, вы уловили идею и без труда догадались, к чему я. Да, главной угрозой, которая также долгое время не навязывается явно, однако постоянно незримо напоминает о себе и нависает над игроком, стали пирамидоподобные корабли флота тьмы. Простейшая теория форм, простой инструмент, хорошо работает для любого игрока, и для того, который пробегает миссии с сюжетной кампанией, не вчитываясь в лор, который тут скрыт в описании предметов, что тоже не случайно, и для того, который старается не упускать из виду ничего важного. Теперь, когда мы обрисовали фундамент визуального повествования на примере, давайте углубимся в образы и историю. Кто создал мир игры? Почему в космической истории так много средневековых и фэнтезийных мотивов, и какими еще инструментами для создания нужного настроения пользовались разработчики и художники? Для начала, какой игру хотели видеть сами Банжи на самом раннем этапе разработки? Джейсон Шрайер пишет об этом в книге «Кровь, пот и пиксели». Сначала Гризмэр и другие разработчики хотели, чтобы Дестини была игрой в стиле фэнтези. Со временем замки стали превращаться в космические корабли, а топоры и мечи в космические топоры и космические мечи. «Наша огромная команда художников по производству в основном занималась научной фантастикой. Они никогда не рисовали ни орков, ни мечей, поэтому, вероятно, нам пришлось сделать научную фантастику», — говорит Гризмэр. «Мы хотели сделать игру от третьего лица, но у нас была куча народа, специализировавшегося на анимации игр от первого лица. И вся наша программная база написана с учетом того, что перекрестие прицела расположено в центре экрана. В общем, теперь мы хотели делать игру от первого лица. В общем, мы делали Хейла, еще не зная об этом». То есть Банжи одновременно хотели отойти от привычного им жанра, но богатый опыт работы над шутерами в sci-fi сеттинге не позволял отделаться от желания создавать и развивать миры будущего. Так луки, доспехи, маги и драконы уступили место космическим кораблям, расам пришельцев и винтовкам, стреляющим энергетическими снарядами. Хотя, не совсем так. Банжи смогли отлично сочетать два абсолютно разных мира фантастики. Теперь в их игре есть космические маги, варлоки, доспехи, которые защитят и от меча, и от пуль. Есть даже гигантские драконы, которые долгое время остаются для героев мифом. Ахамкары. Что уж говорить про то, что появление мечей и луков в арсенале игрока не заставило себя долго ждать. Древние руины – это круто, но как же брошенные космические корабли? И то, и другое захватывающая загадка, которую хочется исследовать. Так что мы спросили себя, почему бы в нашей игре не появиться и тому, и другому? Как будут выглядеть катакомбы с захоронениями, соседствующие с sci-fi сеттингом? Насколько круто будет смотреться золотое украшение на штурмовой винтовке? Для создания образа любого произведения, студии производства, будь то киностудия или студия по разработке видеоигры, нанимают концепт художников. Нечасто они оказываются в штате после релиза и продолжают развивать свои идеи, однако именно они задают тон будущей вселенной. При том, зачастую персонажи и локации, которые изображены на этих концептах, либо появляются в итоговой версии продукта в сильно измененном виде, или же не появляются вообще. Хорошим примером, который отлично передает всю концепцию Destiny, будет этот арт. Солдат в футуристичной броне с современным оружием и плаще стоит на фоне космического корабля, а у его ног большая кошка – космический белый тигр. Сложно представить еще более выразительный образ для столь гармоничного сочетания фэнтези и научной фантастики. Кстати, о тигре – это тоже некий символ. До того, как Банджи объявили о разработке новой игры, Destiny носила внутри студии кодовое название «Тигр». По словам Барретта, разрабатывая визуальный образ Destiny, студия вдохновлялась картинами российского режиссера Андрея Тарковского, его работой над Солярисом и Сталкером, а также фильмом «Бандиты времени» британского режиссера Терри Гильяма. Еще референсы черпали из творчества авторов в жанре научной фантастики 70-х годов – Джона Харриса, Здеслава Бексицки и Питера Грика. Многие визуальные образы Destiny вдохновлены также японской культурой и аниме, скульптурой Такаюки Такея и художника Коу Якоама. «Задача состояла в том, чтобы объединить все эти влияния и создать на их основе особое визуальное направление, которому мы бы могли впредь следовать», – говорит Барретт. Вы наверняка видели этот арт. Страж расы Экза отдыхает после боя, сидя облокотившись на стену. На первый взгляд эта сцена не кажется столь особенной, однако для разработчиков и художников студии Банжи этот концепт-арт стал поистине ключевым. Он, как ни странно, задавал тон, направление. Это еще один отличный пример. Эта иллюстрация для нас, она действительно очень пригодилась нам, чтобы всем понять, что мы пытаемся тут сделать, о чем должна быть эта серия. Это про таких вот солдат-роботов из будущего, который только что вырвался из сражения. Это комментарий от Джесси Ван Дайка, одного из главных концепт-художников студии Банжи. Он один из тех, кому Дестани обязана своим внешним обликом. Джесси отметил этот арт как особенный. Сначала зритель видит крутого робота с огромной пушкой рядом. У него на голове будто кровь поверженных противников. Повсюду следы сражения и все выглядит логично и немного даже банально. Пока вас не осенит мысль. Он сидит и отдыхает. Зачем боевой машине из будущего отдых? Разве Терминатор или любой другой боевой робот хоть раз присаживался на пол, чтобы перевести дух? В этом и нашелся корень построения персонажей. Они живые, хоть и выглядят мощными и непоколебимыми. В игре три расы. Люди, Экза и Пробудившиеся. Ни одна из них не выделяется на фоне других физическими превосходствами или особыми суперспособностями и силами. Но при этом, при их разработке дизайнеры брали за основу образы из уже существовавших произведений научной фантастики, чтобы при первом взгляде на персонажа у игрока уже складывалось правильное представление о расе. При создании стражей людей разработчики смотрели на спортсменов, актеров и военнослужащих, чтобы создать несложных, понятных персонажей. Пробудившиеся, другая раса Дестини смешала в своем облике образы призраков, ангелов, вампиров и эльфов. Образ человекоподобного персонажа с белой или бледно-голубой кожей отсылал нас к популярному в то время Эдварду Каллену из Саги Сумерки и персонажам Кастельвании от Аямы Кадзияма. Для создания Эгза Банджи обратились к Терминатору, лучше всех показавшему анатомически схожих с Человеком Машин, и к своему собственному мастеру Чифу из Хейла. Но была в черновиках Дестини еще одна раса. Тайгермен. Люди-тигры, Тайгермен, были благородными. Тайгермен были животными. Тайгермен были мудрыми, говорит Барретт в своей презентации 15-го года. В принципе, когда речь заходит об этой расе, Крис и Джо преподносят это словно шутку. В зале тоже слышны одобрительные смешки. Джо говорит, что когда вы создаете новый большой мир, некоторые вещи не вписываются в него. При этом не объясняя, почему Тигр не вписывается. А причин и правда нет. Несмотря на то, что Дестини перестала быть в фэнтези еще до того, как о ней заговорили на публике, Человек-тигр кажется идеальным для мира, который Банджи пытались создать. Очевидно, что Тигр планировался расой для игроков. Если бы Банджи хотела, чтобы Дестини создавала впечатление от детища фэнтези и научной фантастики, то Люди-кошки были бы хорошим решением, так как они органично бы вписывались в оба направления фантастики. В той же презентации Крис и Джо упоминали, что они хотели, чтобы Дестини была игрой, которая не слишком-то серьезная. Они хотели создать вселенную, в которой бы воплощалась любая безумная идея. Тигра-человек сейчас смотрится непривычно, однако в той игре, которой Дестини была на старте разработки, он бы выглядел очень уместно. Но по каким-то мотивам эта раса тоже пошла под нож. Возможно, это потому что странным, уникальным идеям трудно оставаться неизменными, когда над ними работают десятки и десятки членов команды разработчиков. В команде из нескольких сотен будет множество людей, которым не нравится какая-то конкретная идея, и если вы хотите угодить всем, то от чего-то нужно отказаться. Кстати, долгое время среди игроков была распространена догадка о том, что Лорд Шакс – кошка. Он ни разу не снимал шлем, а значит ему есть что скрывать, однако разработчики опровергли эту информацию. Простите. Также под нож мог улететь целый класс игроков – варлоки. Разработчики рассказывали о том, что некоторые авторы посчитали идею магов с пушками смешной и глупой, однако теперь это чуть ли не их основные персонажи для игры. Варлоков удалось спасти от монтажных ножниц скептиков, но что если бы банджи воспользовались другими идеями, к которым люди относились с недоверием? Возможно, они бы тоже нашли отклик игроков. Кажется, что много хороших начальных идей были урезаны просто потому, что многим в команде не хватило воображения, или они боялись дать волю творчеству, что в итоге привело к идейному сдерживанию проекта. А вот если мы посмотрим на ранние концепты, посвященные образом противников, животных и локаций, мы вновь столкнемся с явным влиянием фэнтезийной культуры. Гигантские звери, вроде этой лягушки, человеческие фигуры в мантиях, словно монахи или члены тайного ордена, болотные твари, напоминающие то ли водяного, то ли лешего, даже гамма красок и стиль этих концептов больше напоминают работы Фрэнка Фрозетты, одного из главных художников в жанре фэнтези-иллюстраций. Все это хорошо бы вписывалось в мир магии, которым, как мы помним, он в Дестине и задумывался. Изначально разработчики хотели создать некого общего врага, злую силу, которая объединяет различных пришельцев своей зловещей энергией, но при этом, чтобы мы могли отличить расы врага даже по цвету. На этой панели аж из 2013 года Барретт рассказывал об этом на примере простых набросков, на которых легко угадываются все расы из игры. И уже тогда вершиной этого была тьма со своими пирамидами, которая была более-менее явно представлена игроку лишь 6 лет спустя. Эти наброски служили своеобразными черновиками, доска, на которой они экспериментировали с основными цветами, соотношениями размеров, силуэтами и примитивными формами, которые составляли бы уникальный облик каждой расы. Банжи старались избежать эффекта гонки вооружений между противниками. Это не должно было стать историей про злодеев с разными большими пушками. Враги должны были чувствоваться как цивилизации, живые народы со своей историей и идеологией. Насекомоподобная раса улей стала самым прямолинейным выражением сил тьмы. Древние реликвии, темная магия и строгая иерархия королевских чинов, они должны вызывать у игрока только страх. Выскакивать на него из кромешной темноты, словно зомби в фильме ужасов. Космические пираты, падшие, кочевники, бандиты, варвары, передвигающиеся на технике, больше напоминающей груду металлолома. Эта раса должна служить предостережением игроку. Вот в какой ситуации может оказаться человечество, если слишком фанатично будет следовать за странником. Милитаризированный кабал. В общем-то, в этой фразе всё. Кабал, пожалуй, самая скучная раса, которая никак не раскрывалась до событий сиквела. И Векс. Роботизированная раса, напоминающая дроидов из Звёздных войн и роботов из классического sci-fi муви 70-х годов. Они способны на эксперименты со временем, чем пользуются в рейде World of Glass и финальных миссиях оригинальной сюжетки. О противниках в Destiny можно многое рассказать. Но чтобы не нарушать структуру этого ролика, я опущу подробности, но может вернусь к ним в отдельном видео. Опять же, если вам будет интересно, пишите об этом в комментариях. А теперь взгляните на этот арт. Вряд ли вы можете выделить из него хоть что-то информативное. Мы не понимаем, что это за место. Земля это или другая планета? Прошлое это или будущее? Однако именно этот песчаный пейзаж с заснеженными горами на заднем плане и ветряными мельницами, как единственным различимым образом, и стал первым визуальным отражением будущей игры. Сейчас, когда мы наиграли сотни часов, ваше воображение наверняка без труда дорисует образ Марса из игры или Венеры. Но тогда это было больше идеей и настроением, которому затем придавали визуальную форму. И то, что дорисовывает теперь наше воображение, это то, что в этом пустом наброске смогли разглядеть художники студии. В оригинальной Destiny было всего 4 планеты – Земля, Венера, Луна и Марс. Плюс к этому социальный хаб, в котором игроки могли передохнуть, взять задания, торговать и встречать других игроков. Каждая планета в Destiny выглядит исключительно. Взглянув на любой из этих скриншотов, вы без ошибки определите, на какой планете сделан снимок. Всё дело, как всегда, в деталях. Бассейн с какой-то жидкостью и образовавшаяся в ней ископаемая исключительная мелкая деталь с Венеры, которую вы не встретите нигде в игре, кроме как здесь. Красный, будто кирпичная крошка песок и редкие сухие деревья – этого нет на Земле или Луне. Зато на Марсе песок можно найти и в жилых отсеках, и в подземельях. Так что вы без ошибки поймёте, где вы. Даже моя любимая деталь – скайбоксы. То, на что я обратил внимание в первые дни игры. Они выглядят невероятно красиво, глубоко и как нигде удачно завершают пейзажи бескрайних миров игры. Глядя на небо в Дестине, вы безошибочно назовёте, с какой планеты открывается такой вид. Столь же разнообразна и архитектура в Дестине. Она индивидуальна, в зависимости от того, кому принадлежит. У вексов очень самобытный, хоть и на первый взгляд простой стиль. Всё сложено из кубиков. Но, как однажды сказано, то, что выглядит самым простым, на самом деле самое сложное. Гипергеометрический стиль очень хорошо сочетается с идеей того, что векс – это роботы. Дизайнеры намеренно сделали всю архитектуру векс из камня, что представляет собой неожиданное противопоставление металлу, из которых состоят сами вексы. Это продукт терраформации целых планет в одну большую векс-цитадель. Но мне куда больше нравится архитектура Улья. Мрачная, тёмная. Их сооружения огромны, величественны. Всё в тёмных тонах, свет и цвет используется для создания драматических эффектов в определённых местах. Например, в катакомбах Луны или в залах Дредноута. Отдельного восхищения достойна смесь между геометрическими и органическими структурами. Некоторые залы напоминают скелеты огромных рыб. Стены Дредноута выглядят так, будто вас проглотило огромное космическое существо. Хотя отчасти это так и есть. Корабль Орикса создан из останков гигантского червебога Акки. В общем, интерьер Улья дышит. Снаружи чаще узнаётся нечто средневековое. Тут слишком очевидно влияние готических соборов XI и XII веков. На локации Destiny можно смотреть бесконечно. В том году игре исполнилось 5 лет, и в специальном видео, которое я делал в годовщине, я отснял и запустил небольшую нарезку с пейзажами Луны, за которую получил множество лесных отзывов, мол, насколько тонко чувствуется настроение того времени в тех кадрах. И это действительно так. Локации выстроены таким образом, что выглядят кинематографично и запоминаются с любого ракурса и при любом освещении. Отсюда мы переходим к ещё одной важной теме. Цвет – это мощный инструмент, который заставляет разных людей чувствовать одни и те же эмоции в нужный момент. Цветокоррекция в кино убирает лишние оттенки и придаёт произведению нужную палитру красок, которая лучше, чем любой актёр или декорация, донесёт до зрителя нужное автору настроение. Для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность вселенной Destiny, художники по цвету разработали ограниченную цветовую палитру, а дабы придать оформлению игры слегка состарившийся вид, был добавлен фильтр на постобработке, благодаря которому всё разворачивающееся на экране будто сошло со страниц старой книги с картинками или напоминало картину со старого выцвевшего плаката. Всё это было сформулировано в чёткую идею «Восхождение природы над утраченной человеческой цивилизацией». Особенно явно эти приёмы используются на первой локации оригинальной игры – «Космодроме Старой России». Когда, открыв глаза, игрок видит мир, покрытый ржавчиной и пылью. Даже первые противники, отряд падших, которых мы видим в катсцене, носят броню тех же цветов, что и окружающая среда. Камуфляж? Или нарочитое уравнивание всего плана по цвету? Тёплая палитра оттенков, под ногами то глина, то песчаная поверхность, «Здания все серые, либо пожелчевшие от времени». Единственная точка контраста – голубое небо, которое тут, необычайно красиво, служит маяком для нашего космического путешественника. Тебе туда, приятель! Но даже на других локациях в первой части вы не найдёте ярких оттенков. Какой бы красной планетой не был Марс, его пески приглушённых цветов с рыжеватой дымкой. Насколько бы не казалась дикой местность джунглей Венеры, трава здесь скорее голубовато-зелёная, смешанная с желтоватым оттенком почвы. Во второй части Destiny палитра была изменена. На постобработке используются другие фильтры, больше ярких цветов. Кислотно-сиреневое вино на львиафане Калуса и багряные листья деревьев на Нессе – тому хороший пример. Всё это тоже сделано не просто так. Сиквел Destiny создавался с прицелом на более широкую аудиторию игроков в года, когда лидирующие позиции в онлайне занимают красочные проекты, вроде Fortnite и Overwatch. Вероятно, это сильно сказалось на первых впечатлениях от второй части у игроков, просидевших в первой Destiny сотни часов. Негативные отзывы часто сводились к расплывчатой формулировке «это не та Destiny». Игра казалась мультяшной, несерьёзной, отлитой из пластика, а не напечатанной на дорогой бумаге. Однако разработчики уже меняли цветовые фильтры и в Destiny 2 в пользу более мрачных оттенков. Впервые эти изменения произошли на релизе дополнения «Отвергнутые», для основного нарратива которого требовалось создать траурную, тёмную атмосферу. Для этого были наняты новые колористы, благодаря работе которых игра сейчас выглядит более реалистичной. Если у вас сохранились записи видео с вашей игрой из первого года Destiny 2, просто сравните их с тем, что вы видите в игре сейчас. Разница будет заметна. Ты можешь создать потрясающую игровую вселенную, проработать локации, но всё это будет бесполезно, если интерфейс в твоей игре будет недостаточно дружелюбен, чтобы игроку было удобно исследовать этот мир. Destiny — это не просто шутер от первого лица. Огромную роль в игровом опыте играет RPG-составляющая. Выполнение квестов, прокачка способностей персонажа, общение с вендорами и собирание лучшего и лучшего лута. Упорядочить всё так, чтобы интерфейс был понятным, не нарушал общего настроения игры и при том отвечал всем задачам, вызов для любого юи-дизайнера. Много информации значит много таблиц и кнопок. Главный юи-дизайнер студии Дэвид Кандланд сразу отказался от идеи традиционного одиночного переключения между разделами и ячейками, как в RPG того времени. Такая система называется «сеточной». Взамен нужно было найти способ перемещения в интерфейсе, при котором у игрока не возникало бы ощущение, что он перемещается по таблице в Excel на своём телевизоре. Задача усложнялась тем, что Destiny создавалась как консольный эксклюзив, а значит единственный метод ввода стики на геймпаде. Игре нужен был свободный курсор. Вольное перемещение курсора это то, что есть в ПК-играх, а вот консольным игрокам такой тип управления не был доступен. До его появления в игре от Bungie. Сейчас в это сложно поверить, поскольку во многих играх есть подобная система навигации по разделам меню. Но до выхода Destiny столь удобного и понятного способа выбора нигде не было. Геймпады не настолько точны в отслеживании движения, как мышь, а потому фишкой курсора в Destiny стала его липкость. То есть он одновременно и свободно перемещался по всему экрану и при этом помогал игроку наводиться на нужные ячейки инвентаря. Курсор замедлялся на пунктах меню, иконках заданий и снаряжения. Когда вы открываете подробную информацию о предмете, вы можете продолжать вводить курсором по всему экрану, как вам захочется, с помощью левого стика. В то время как правый стик свободен и может теперь пригодиться для вращения изучаемого предмета, например. Кроме того, курсор позволял избавиться от утомительных повторяющихся нажатий на дипаде, то есть на крестовине геймпада. Например, если вы откроете карту космодрома, на которой вам нужно запустить миссию в левом верхнем углу, то зная, что отправная точка это иконка высадки, вам придется совершить порядка трех нажатий влево, потом еще два вверх и еще одно для того, чтобы выбрать миссию. Если вы проходите по одной миссии в день, не меняя снаряжение, то для вас это не покажется чем-то отягощающим. Но Дестини требует к себе много времени и зачастую перепрохождение миссий, так что даже одна лишь эта задача уже может стать утомляющей. Самая простая аналогия, если на вашей компьютерной мыши убрать колесо прокрутки, насколько удобно вам будет листать вашу ленту в социальных сетях. Думаю, не очень. Дополнительным преимуществом свободного курсора стала универсальность метода управления как для формата 4 к 3, так и для 16 к 9, поскольку игра выпускалась на консолях нового и старого поколения. Еще одна интересная деталь, о которой Кандлал рассказал на GDC в 16-м году создание иконок снаряжения, оружия и ресурсов. Если кратко, то следуя опять той же самой плиточной системе расположения, иконки снаряжения, располагающиеся в инвентаре, были зачастую разными по величине для полного отображения предмета. Например, пистолет в такой системе может занимать одну ячейку, а меч или длинноствольная винтовка займет 3, отчего весь инвентарь игрока превращается в кромешный бардак. Мало того, что в таком инвентаре тяжело все уместить, если у вас нет разряда по игре в Тетрис, так еще и ориентироваться в таких иконках тяжело. Из шутеров с такой системой мне сразу вспомнился инвентарь в Сталкер. Там он тоже был развейнован в клетку, но все предметы занимали разное пространство. Однако в итоге в игре все иконки одного размера для любого типа предметов. Неважно о чем речь, оружие или кусок камня, который вы собираете, все это должно быть понятным, читаемым и легко вмещающимся в плавающий по экрану интерфейс. Кстати, у иконок меняется фон, определяющий редкость предмета или источник, а само изображение предмета, например винтовки, генерируется автоматически, то есть в игре появляется новое оружие и специальный интерфейс сам создает для него иконку. В итоге, да, иконки оставили квадратными с разверткой в меню инвентаря на поле размером 3х3 слота. Вы наводите на ячейку со шлемом, справа тут же всплывает его дочернее меню, показывающее остальные имеющиеся головные уборы, притом просто зайдя в меню персонажа все лишнее скрыто, чтобы у игрока не вышло путаницы после, например, пары часов фарма, когда вы заработали кучу нового снаряжения и вам важно четко отличать, что у вас уже было в инвентаре, что надето на вас, а что только что выпало из сундука с наградой. В последнем случае иконка становится глянцевой, обращая на себя внимание, выделяясь на общем флет-плане. Еще одно правило, на которое опирались создатели интерфейса, правило трех нажатий. Оно широко применяется в веб-дизайне. Согласно ему, до любой информации пользователь должен добираться не более чем за три клика. Следование этому правилу сильно упрощает процесс обучения новым интерфейсам, особенно в столь сложном жанре как РПГ. Нужно посмотреть перки на новом снаряжении, которое только что выпало раз, два. Нужно изменить подкласс перед битвой с боссом на рейде раз, два. Нужно прокачать одну пушку с помощью другой раз, два, три. Понаблюдайте за игровым процессом. 90% задач умещаются в три кнопки. Перенебрежение правилом произошло только когда в игре стали появляться многочисленные вкладки, но даже там любое действие выполняется легко благодаря тому, что вы уже привыкли к отзывчивости меню. Об интерфейсе Destiny есть что рассказать. О шрифтах, локализации, палитре интерфейса, есть ранние концепты, которые также ушли под нож и не попали в финальный билд игры. Но вам придется дать знать мне о том и интересно ли вам об этом услышать отдельным роликом в комментариях. Отдельно я бы хотел поговорить об одной из самых запоминающихся частей визуального воплощения Destiny. Ее айдентика, графика, дизайн плоскости, логотипы, символика, эмблемы и флаги. За всю эту узнаваемую черту игра обязана Джо Кроссу. Именно он создал логотипы классов, продвинул идеи швейцарской школы дизайна в мир Destiny и столь органично вписал геометрию в ее образ. Джо Кросс один из самых ярких художников, который минимально был связан с игровой индустрией. До Destiny он выступал в качестве концепт-художника к игре Dead Space 2, но чаще его можно было заметить в сфере кино и фэшн-культуры. Из последних же проектов Джо можно назвать фильм по роману Фрэнка Герберта Дюна, Призрак в доспехах, Дэдпул 2 и готовящийся фильм во вселенной Metal Gear Solid. Это три столпа, на которые опирается графика Destiny, следуя замыслу Джо. Швейцарский плакат, Геральдика и Сакральная геометрия. С Геральдикой все понятно, каждый из вас знает, что это за наука и из чего складываются ее знания, так что давайте остановлюсь на менее понятных людям, незнакомым с дизайном терминах, объясню их идеи и покажу, как проявлялось их влияние на Destiny. Вот Сакральная геометрия, особое арт-течение, рассматривающее любое изображение или объект как композицию из геометрических фигур. Вы бросаете камень в воду, видите идеальные круги одной окружности, вы отражаете луч света, он рассеивает тьму прямой линией. Направление носит практически религиозный характер, а главный ее популяризатор Чарльз Гилкраист чаще звучит как проповедник, нежели художник. В Destiny самый часто встречающийся элемент этого направления искусства концентрические круги. В интерфейсе игры они встречаются вам каждый день на экране орбиты, загрузочном экране и во многих роликах. Настоящий пир такого рода орнаментов можно наблюдать в синематике The Taken King. Кстати, в игре вы можете найти страницы неких книг, значение которых не раскрывается в башне Спикера, у Икоры или у брата Вэнса в Destiny 2. На страницах книг изображены такие же замысловатые геометрические черчежи и схемы, которые были разработаны Джо специально для столь небольших деталей. Вторая важная школа, которая помогала Джо с командой создать столь стильный и гармоничный визуальный язык школа швейцарского плаката. Я бы рекомендовал всем, кто любит свои глаза изучить это направление, поскольку рассматривать коллекции плакатов в этом стиле особое удовольствие. Невероятно гармоничное сочетание эстетики и практичности, модульное построение изображений, ограниченная цветовая палитра, функция, превыше формы и строгие шрифты без засечек. Вот ключевые черты этой школы дизайна. Каждый из вас безусловно встречал подобные плакаты в жизни и встречал их в игре. Открытки РФБА, материалы лунной экспедиции К1, оформление подавляющего количества знамен и ваших любимых эмблем игрока следуют правилам швейцарской школы. Строгая модульность меню и таблиц с результатами матчей легко читается игроком вне зависимости от его опыта. Уберите все лишнее, не мудрите со шрифтами, думайте об информации, так создается самый понятный и универсальный визуальный язык. Глядя на эти работы Йозефа Мюллера Брокмана, очень просто провести параллель с миром Дестани, вы легко дорисуете в воображении нужные детали. Художник сделал главное, он донес необходимую информацию и предоставил вам форму, которая послужит холстом вашему воображению. Очевидно, Джо, великолепно владея знаниями о сакральной геометрии и швейцарском стиле, использовал их в качестве руководства при разработке, например, логотипов классов. За основу была взята самая мистическая из всех геометрических фигур, треугольник, и минимум цветов и деталей. По сути, из треугольников и были составлены все логотипы. Кстати, во второй части, пока загружается игра, вы можете видеть, как из одной эмблемы складывается другая, наглядно показывая игру простых форм. Джо подчеркнул, что хотел добиться такой простоты и универсальности в классовых символах, чтобы они круто смотрелись как татуировки и, надо сказать, не ошибся. Многие игроки, не скрывая верности своему классу, набивали эти символы на своем теле. Еще одной установкой при работе над классовыми эмблемами было то, чтобы из этих символов можно было сложить паттерн. Для этого требовалось сделать контур и форму эмблем максимально примитивной, такой, чтобы они гармонично могли повторять себя с любой стороны. К сожалению, во второй части эти важнейшие критерии были почему-то стерты и к логотипам классов добавили изображение зверей лев, змея и орел. Они стали частью эмблем, но добавили ненужных деталей, лишив логотипы возможности составить гармоничный паттерн и, самое печальное, создали лишние ассоциации игрокам. Геометрия универсальна для всех, она говорит на твоем языке, но не каждый захочет причислять себя к тем, кто идет под знаком змеи или орла. Однажды, художник, рассказывая о примитивности и при этом многогранности символов, привел в пример классовый символ варлока. Показал ранние наброски того, как его идеи постепенно двигались в нужном направлении. Итоговый вариант по-прежнему сложен из треугольников, но читаться он может по-разному. Это вершины горных хребтов, это буква W или грани алмаза. Говоря в общем, одной из главных целей, к которым стремился Кросс при создании любого логотипа в игре, сделать их реальными. Они должны быть настолько органичными в нашем мире, чтобы их можно было легко представить в качестве бренда одежды, эмблемы спортивной команды или логотипа производителя техники. Для создания соответствующего эффекта Джо работал с референсами к уже существующим корпорациям и брендам. Например, при создании логотипа Сурос Джо ориентировался на логотип НАСА и отличительные черты гоночных болидов Формулы-1. Сначала Сурос-режим назывался Аркус-режим. Он стал первым оружием, с которого Джо начал работу над брендами вооружавшими Стражей, а потому неизбежно менялся по ходу разработки. Сурос должен был быть производителем лучшего космического вооружения, поэтому НАСА, как символ самых передовых технологий в нашем реальном мире, отлично подходил как пример. Потому форма букв логотипа Сурос и повторяет формы логотипа космического агентства. Благодаря кропотливой разработке логотипа и айдентики каждого производителя оружия, каждого бренда во вселенной Дестине, оружие с первого взгляда может рассказать целую историю через визуальный язык, который им подарил Кросс. Например, револьвер The Last World и дробовик Чеперон продукты компании Текс Механика. На их логотипе череп крупнорогатого скота, а корпуса оружия будто выкованы кузнецами из Дикого Запада. Деревянные рукоятки, резной ствол, звук выстрела, все рисует перед нами картину древней мануфактуры семейного дела. Держа в руках это оружие, мы чувствуем запах оружейного масла и пороха. Завершает эту картину эффектная анимация перезарядки, взятая из лучших вестернов. Продолжая тему логотипов, пожалуй, самой большой загадкой остается главный логотип игры. Ни разу за 6 лет разработчики не дали комментариев относительно его образа, значения или этапах разработки. Я не смог найти подтверждение или опровержение тому, что его также создал Джо Кросс. Однако наткнулся на ряд фанатских материалов с анализом внешнего вида логотипа и образов, которыми он вдохновлен. Следуя самой популярной теории, логотип называется Трикорн. Не в честь шляпы Джека Воробья, а по числу направлений. Упрощая символ, это все тот же треугольник. Кто-то объясняет это наличием трех классов игроков. Титаны, варлоки и охотники. Кто-то по расам. Люди, экзо и пробудившиеся. Но есть более запутанная теория о морде волка. Тема Волчьей стаи играет огромную роль с самых ранних этапов разработки Destiny. Она находила отражение еще в тизерах. Например, вот этот невероятный тизер с актером Джанкарло Эспозита. В нем он читает Закон Джунглей. Стихотворение Киплинга, которое тот написал как свод правил Волчьей стаи для своего романа про Маугли. Пока актер читает отрывок, мы видим нарезку из синематика к Destiny, который раскрывает историю отряда стражей. Очевидны параллели между стаей благородных но хищных животных и отрядом стражей. Кроме этого, в игре мы регулярно примеряем на себя шкуру волка, иногда буквально. Персонажи называют нас Молодой Волк. Экзотический нагрудник Альфа-Лупи, ракетница Галахорн и, конечно же, вся айдентика ивента Железное Знамя несут в себе изображения волков и стаи. Саладин называет нас Молодым Волком во время битвы и регулярно произносит речи о противостоянии одной стаи другой во время матчей в баннере. Так что, поместив однажды логотип игры на морду волка, нельзя не заметить сходства. Многие сошлись на том, что это изображение также вдохновлено этим животным. Destiny это игра про смешение стилей, игра про эксперименты, а любой смелый эксперимент или попытку внести в жанр что-то новое неминуемо ждет критика, а зачастую непонимание. Однако время спустя мы можем оглянуться назад, изучить опыт, ошибки и понять, насколько много Destiny изменила, насколько много сделала для индустрии видеоигр. Запустите любой онлайн шутер, вышедший после Destiny 1. Абсолютно точно вы найдете черты, которые были подсмотрены в игре от Bungie. Да даже в играх другого жанра можно найти что-то от Destiny. Смешение фэнтези и сайфай, ракетные установки, выглядящие как меч короля, космические пираты и волшебники, питающие свою силу из глубин космоса, драконы, исполняющие желания и сторожащие секреты королевы города, зависшего в космосе. Как много игровых вселенных могут похвастаться столь безумным коктейлем? Мое видео безусловно не рассказывает всего о том, как создавался мир игры, но мне доставляет отдельное удовольствие разбираться в том, как Bungie работают над игрой, как идея развивается от импульса к предмету в игре, который видят миллионы игроков, как он превращается в историю, или целый мир, который стал домом для множества игроков. Надеюсь, вы узнали из моего рассказа что-нибудь новое, буду ждать ваших впечатлений от этого большого видео, оно не совсем типично для моего канала, потому мне важно знать, хотели бы вы видеть такой контент еще? Интересно ли вам рассмотреть другие аспекты игры с точки зрения гейм-дизайна? Обязательно напишите об этом в комментариях, в сообщениях, где угодно. Ну а с вами был Джонни Лейни, удачи! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова